Рабочая программа началась буквально с трапа самолета. Строительство нового аэропорта, тема у пермяков, что называется, набила оскомину. А в Екатеринбурге этот этап успешно прошли. Терминал за терминалом новые воздушные ворота начали возводить в 2003 году. Сейчас Кольцово отправляет и принимает по 200 рейсов в сутки. Свыше 4 миллионов пассажиров в год. Депутатов обоих парламентов, городского и краевого, во главе с губернатором Виктором Басаргиным, интересуют детали. Объем инвестиций, пропускная способность, организационные все эти вопросы связаны с тем, как все начиналось? Общий объем инвестиций с 2003 года составил порядка 15 миллиардов рублей. Из них 11 миллиардов – это затраты акционерного общества. Инвестор, развивающий Кольцово, готов вкладывать масштабные средства и в реконструкцию пермского Большого Савина, и также на условиях государственно-частного партнерства. Наши законодатели обратили внимание на то, что блокирующий пакет акций аэропорта остается в собственности властей Свердловской области. Это еще раз показало или подтвердило, что действительно нам нужно идти в это направление. Мы тоже хотим иметь аналогичный объект на территории нашего прекрасного Пермского края. Время уже такое, но нельзя стоять на месте, имея рядом таких соседей. У нас просто нет шансов других в дальнейшем развивать аэропорт. Если мы не реализуем этот проект в течение двух-трех лет ближайших, то я думаю, что наши соседи, как раз конкуренты, сделают это быстрее, перехватят все пассажирские потоки. То есть это и Коми, и Киров, и Удмуртия, Уфа, Казань, вы знаете, развиваются. Жилищное строительство. В этой теме Екатеринбург тоже поднаторел. Это, пожалуй, единственный российский город, в котором в полной мере реализовали проект комплексного освоения территории. Полноценный жилой микрорайон за несколько лет – это реальность. В Академическом за четыре года удалось построить почти миллион квадратных метров. Здесь уже живут 35 тысяч человек. И в ближайшей перспективе новоселов станет в 10 раз больше. Наш интерес понятен. Пермикам в ближайшее время предстоит реализовать аналогичный проект по застройке Бахаревки. А здесь действительно комплексный подход. Школы, детские сады – все есть. Плюс ряд примечательных нововведений. Каждый дом оснащен индивидуальным тепловым пунктом, а безопасность в районе обеспечивается не только с помощью камер видеонаблюдения. Все жители нашего района оснащены тревожным телефончиком. Инвестор, вкладывающий средства в возведение академического, также понес затраты на инженерную инфраструктуру. Это сказалось на цене квадратного метра. Здесь она не такая уж и маленькая. Потому в Прикаме при застройке Бахаревки жильем эконом-класса квадратный метр планируют сделать дешевле. Все-таки 50 тысяч для края – это сегодняшняя цена. А мы хотели бы, чтобы жилье было для молодежи чуть-чуть подешевле. Не прочь кое-что взять на вооружение у пермяков и свердловчане. Об этом по итогам визита пермской делегации сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Я считаю, что и нам необходимо поучиться у пермяков в реализации инфраструктурных проектов, дорожного строительства. Не соперничать и активно дополнять друг друга на уральском пространстве. Об этом договорились главы двух сильных российских регионов. Елена Закирова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.